По словам Анатолия Пахомова, некоторые районы города, и прежде всего центральные, удалось защитить от полчищ саранчи. Здесь обработку провели заблаговременно. Поэтому растительность в относительной безопасности. Другие районы города по поручению главы тоже уже приступили к обработке своих территорий. Уже в ближайшее время администрация вместе с правоохранительными органами проверят, как выполняются поставленные задачи. Я требую от руководителей Сочинского национального парка, парка Дедрари и всех остальных регуляционных объектов немедленно принять меры по сохранности растений. Я ввожу режим повышенной готовности. Я требую, я повторяю, мы проводим это в режиме комиссии по чрезвычайным ситуациям. Анатолий Пахомов неоднократно подчеркнул, нельзя допустить повторение судьбы Тиса Самшитовой рощи, которая была практически уничтожена после нападения гусениц бабочки Огневки. Виной всему бюрократические проволочки. Кавказский биосферный заповедник, к которому и относится уникальная реликтовая роща, находится в ведении Минприроды. Соответственно, проводить какую-либо обработку без разрешения ведомства запрещено законом. В итоге, когда было получено одобрение, спасать было практически нечего. На законодательном уровне эти вопросы должны гибко решаться. И в случае появления новых угроз природоохранных, на самом деле, вносится немедленно изменение в законодательство федеральное, чтобы вся мощь государства была направлена на предотвращение всяких эпидемий. В нашествии марокканской саранчи курорт сталкивается впервые. Что удивительно, это насекомое раньше встречалось только в полупустынном и сухом климате. На борьбу с ней сегодня пущены все силы. Химические препараты по опыту текущего года не так эффективны для взрослых особей, но, тем не менее, способны уничтожить их личинки и тем самым снизить численность саранчи. К тому же, обработанные растения вредитель не поедает. С учетом наступившего курортного сезона уничтожать саранчу мэр поручил в утреннее время. Кстати, выступившие на заседании эксперты подтверждают эффективность физического метода уничтожения насекомых и даже предлагают в детских дошкольных заведениях и летних лагерях отдыха, там, где нельзя использовать химикаты, устраивать соревнования по поимке саранчи. Но отнестись к проблеме нужно все же серьезно. Саранча, если не принять меры, может остаться на курорте надолго. Тему безопасности продолжили, анализируя показатели курортного сезона. Главное внимание, отметил Анатолий Пахомов, нужно обратить на городские пляжи. Происшествия на воде нужно не просто минимизировать, исключить полностью. Есть и конкретные предложения. Если у нас на всех пляжах единообразная форма у спасателей, одного цвета у них шорты, одного цвета у них плавки, повязки повязками, но повязки, как правило, слетают. Но я знаю, что обычно бывает, что вельботы там или не вельботы, лодки, если они есть на пляжах, то они, естественно, должны быть обозначены как спасательные. Обсудили и подготовку к главному культурному событию года. Десять дней в Сочи будут звучать голоса лучших хоровых коллективов со всего мира. На территории города будет открыто 18 сцен. Концерты пройдут как в закрытых концертных площадках, так и на открытых, расположенных во всех районах. Так что прикоснуться к уникальному событию сможет каждый сочинец и гость курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.